И мы уже поговорили об одном компоненте гиалуроновой кислоте, я хотела бы еще поговорить о другом компоненте серебре. Насколько новое вещество серебро для медицины? Совсем не новое. Мы знаем, что это используется в Египте, которые используют уже серебро и открытые болты. Еще за три тысячи лет до нашей эры использовали в медицине серебро, в Египте использовали листочки серебра. И также с самого начала своей работы я использую серебро для лечения проблемных ран. И очень положительно, что в 2011 году был принят консенсус. Почему был принят консенсус по типическим местным антимикробным повязкам? Антимикробные повязки с содержанием серебра используются для того, чтобы предотвращать или работать с инфекциями, которые связаны с ранами очень разных форм. Также серебро использовались использованы, чтобы предотвращать серебро для лечения. В последнее время исследования Майкл и другие исследования были решены, что нестабильная доказательность, чтобы показать, что серебро увеличивает речи. Однако повязки с серебром использовались и намного раньше, широко использовались. Например, есть исследования ВУКАН 2009 года и еще два исследования, которые делают вывод, что недостаточно сейчас есть данных, которые подтверждают, что повязки с серебром улучшают темпы заживления. В результате такого скептического отношения появились сомнения у многих специалистов в медицине и появились ограничения по использованию. И в результате сейчас есть обеспокоенность среди клиницистов, что обеспокоенность среди клиницистов может привести к повязки с серебром увеличению заболеваемости и более длительному времени лечения. Это то, чего мы не хотим. И так как возникали такие конфликты, разные мнения, была спормирована группа экспертов из Европы, Северной Америки, Ближнего Востока, Африки. И они разработали руководство, которое признано на международном уровне, о адекватном использовании повязок с серебром, исходя из своего собственного опыта и исходя из опубликованных информаций. И в результате того, что они, исходя из своего опыта, провели эту работу, был опубликован консенсусный документ, который представил механизмы, как работают повязки с серебром, также отношения ин витро и ин виво в связи с клинической практикой и обоснования экономически оправданного использования. Однако существует ряд мифов, таких обманчивых впечатлений, и тут мы говорим о восьми основных таких мифах, и, возможно, после презентации мы сможем их обсудить. The main misperceptions are silver dressing don't improve healing rates, and silver dressing cause systemic toxic effects, such as argylia. Например, основные такие мифы – это то, что повязки с серебром не улучшают, не способствуют заживлению, и повязки с серебром вызывают системные токсические эффекты и такие заболевания, как argyros. A lot of our colleagues are afraid that silver dressing are toxic to wounds and delay healing, and bacteria become resistant to silver. And, yes, the misperception that silver dressing could make bacteria resistant to antibiotics, dressing shouldn't be used in children, and dressings are banned for the environment. Еще следующие мифы, что повязки с серебром могут сделать бактерии резистентными к антибиотикам, что нельзя использовать для детей, и что вредят окружающей среде. And dressings are too expensive, but I'd like to conclude at the end, maybe the products sometimes on the market are expensive, but in the whole treatment, the whole treatment is maybe cheaper than without this dressing. И также такой миф, что эти повязки, они слишком дорогие. Я хочу тут сразу сказать, что да, они могут быть дорогие на рынке как отдельный препарат, однако если принять во внимание весь курс лечения, то, возможно, с ними курс лечения будет дешевле, чем без них. И первый миф, поговорим о нем, это то, что не улучшаются темпы заживления. Надо помнить, что цель лечения с помощью повязок с серебром, это снизить бионагрузку на рану, а также вылечить местную инфекцию и предотвратить системное распространение. То есть само серебро не является промоутером лечения, исцеления. Клинические руководители рекомендуют, что silver dressing is used for wounds where infectious already established, or an excessive wound bio-burden is delaying healing, and that they are used for short periods before re-evaluation. That means, if you have a clean wound, you don't need silver. И клиническое руководство говорит о том, что повязки с серебром необходимо использовать для тех ран, где инфекция уже появилась, и где существует большая чрезмерная бионагрузка на рану, которая не способствует, которая замедляет заживлению. То есть, если это чистая рана, то в этом случае серебро не используется. И следующий миф это то, что повязки с серебром приводят к системным токсическим нарушениям, воздействию к ордерону. За 20 лет работы я не видел таких осложнений. Могут появляться локальные обесцвечивания кожи или пятна на коже, но это не несет никакого вреда и, как правило, восстанавливается. And the discoloration we sometimes see is not a true systemic argyria, it's locally. Когда мы видим потерю цвета кожи, это, как правило, не настоящий несистемный аргироз. Это случается очень редко и, как правило, связано с пероральным применением растворов серебра как альтернативным подходом. И можем сказать, что общий объем серебра, который необходим для того, чтобы появился аргироз, неизвестен. Однако общее содержание в теле, по некоторым расчетам, может в этом случае составлять 3,8-6,4 грамма. То есть нет подтверждения в литературе или в каких-то публикациях, что повязки с серебром приводят как герозу. The third misperception is that silver dressing are toxic to the wounds and delay healing. Some in vitro studies have found that some silver containing dressing are cytotoxic to keratinocytes and fibroblasts and delay epitalization in animal wound models. Еще один миф, что повязки с серебром токсичны для раны и замедляют заживление. Некоторые исследования in vitro показали, что повязки с серебром являются cytotoxicными к кератиноцитам и фибропластам и замедляют эпitalization у животных. And other investigations have suggested that silver has actions to may promote healing. Given this conflict and evidence, but well of positive clinical experience of silver, a pragmatic argument could be made that silver dressing should be used appropriately in common with recommendation for anti-microbill dressing use. So from my experience and my take-home message for you is, silver dressing should not be used on wounds where bio burden is not a problem. They should be reserved for use in wounds with a high risk of bioburn or local infection. So if there is infection established, already established, then I would suggest to use silver. То есть мой опыт и общая практика показывает, что повязки с серебром мне нужно использовать на тех ранах, где нет чрезмерной бионагрузки, где нет проблемы с бионагрузкой. То есть они должны использоваться только в тех случаях, когда есть бионагрузка и локальная инфекция, то есть когда в ранее уже появляется инфекция. Есть еще один миф, что бактерии становятся в результате резидентными к серебру, но это неправда. But you can say the prevalence of resistance to silver is unknown, but the resistance appears to be rare and much less common than might be expected given to the considerable time that silver preparation has been in use. Распространенность резистентности к серебру неизвестна, однако резистентность кажется, что появляется реже и менее распространена, чем можно было ожидать, исходя из того, что препараты с серебром используются в течение долгого времени. Серебро имеет разные способы воздействия на микробные клетки и это сокращает шансы того, что появится резистентность к серебру. Как раз наоборот, как мы знаем, антибиотики, как правило, у них одна мишень и поэтому клетки бактерии могут им легче развивать резистентность. Для меня это хорошая миссия, что неправда к серебру не относится к резистентности, а rather к неправильному лечению антибиотики или болезни. Это был сургическим проблемом, а не проблем с серебром. То есть я мог бы сделать такой вывод, что то, что кажется отсутствием ответа на серебро, не обязательно означает резистентность. Это может быть связано с неадекватным лечением инфекции, которая находится в ране и этиологией раны. То есть сначала необходимо пролечить более глубокую инфекцию и потом использовать повязку. Следующий миф, что повязки серебром могут вызвать резистентность бактерии к антибиотикам. То есть есть такая беспокоенность, что это может привести к появлению бактерий, которые резистентны к антибиотикам. Это правда теоретически возможно, однако нет непосредственных указаний на то, что появляется кросс-резистентность между серебром и антибиотиками. И подумайте в таком случае о своей практике. Возможно, резистентность появляется, потому что вы чрезмерно используете антибиотики. Следующий миф о том, что повязки серебром нельзя использовать у детей. Есть сообщение о том, что повышается уровень серебра в крови у детей с ожогами и эпидермолиз буллоза. В результате появилась беспокойность и кое-где перестали использовать повязки серебром. Однако есть вероятность того, что некоторые в педиатрии раны как раз необходимо использовать серебро и в частности ожоги. Мой опыт показывает, что повязки серебром следует использовать для лечения детей осторожно. И повязки не следует использовать более чем 2 недели без хороших клинических обоснований. Ну и такой интересный аргумент, что повязки серебром плохи для экологии. И нужно сказать, что серебро используется во всем мире в разных направлениях технологического развития и воздействие серебра на окружающую среду не прояснено. Например, главный производитель повязок серебром оценивает, что часть серебра, которую он выбрасывает, использует, это всего лишь 0.0008% общего объема потребления серебра в мире в год. То есть вывод такой, что пропорция того серебра, которое используется в производстве повязок, очень маленькая. И, наконец, также важное замечание, что повязки серебром слишком дорогие. Нужно сказать, что не следует оценивать экономическую эффективность повязок серебром так непосредственно. Когда мы говорим о стоимости затраток на лечение ран, то мы говорим о многих прямых и непрямых затратах, которые иногда сложно измерить. Например, это может быть снижение продуктивности на работе или дома, снижение уровня жизни, качества жизни, социальный изолятор. Однако, как я чуть позже покажу, некоторые исследования, которые с применением повязок серебром, показывали положительное воздействие на общие затраты на лечение раны и на качество жизни пациента. Продолжение следует... Продолжение следует...